Всем привет! Меня зовут Стефан, я из города Краснодар. Записываю видео для канала аварийное вскрытие замков. SV040, телега. Будем скрывать вот такую вот мотору. Вчера открывали серотуры, и я показывал как раз эту мотору. Вот сегодня будем скрывать ее. У нее тоже состояние нового замка. В конце разберем ее, посмотрим, что там, наверное, внутрянка. Но она с ловушками в любом случае. Давайте приступим. У меня в последнее время что-то безсольница. У меня еще сколько времени? 5 утра. Я еще и не спал. Так, ладно, поехали. Вскрывать будем крючками. Не торопясь, аккуратно. Поэтому погнали. Ребят, пользуюсь возможностью, хотел бы спросить, наверное, смотрите. У кого есть замки, там моя, допустим, там, не знаю, матуры. Матуры, нуклеи, любые. Я могу как купить, так можете и выслать, я оплачу. Как бы, почту, все дела. Могу взять в аренду, как вариант. В любом, короче, случае нужны замки. Атра, моя, патент, нуклеи, матуры, ну и вообще интересные какие-нибудь замочки. Вот такая вот плотная у него, скажем так, сработка. Первый оборот есть. Так, надо поставить, чтобы вам было бы на ригеля. Я потом, почему открываю с этой стороны? У них сменный язычок. Я потом покажу вам. То есть он может стоять что этой стороной, что другой стороной. Мы сегодня вот скроем вот этой. Видно, нормально. Снимаем. Что угол поймает. Я извиняюсь. Давайте, поехали. Пойдет понятно, что замок скрывается. Второй оборот. Говорю, мусоратура для меня была посложнее. Ну, хотя, когда я переехал за границу жить, какое-то время я жил за границей, помню, мне попалась первая матура, это случай из жизни. Попалась, по всей видимости, без ловушек. Я такой счастливый был. Открыл ее. И в этот же день я позвонила еще одна. Оттуда я такой уверенный туда соскочил. И не открыл. Такое тоже было. Покупались замки. Уже искались причины. И так далее. И так далее. Моменты есть в этой манатуре. Сброшу. Начну заново. Ничего страшного. Бывает. Перезаписывать ничего не буду. Сил нет. За то, как есть. Сработки у меня сильные. Взял второй оборот. На самом деле, это не супер-пупер скорость. Ну, когда, конечно, одно лупить даже в тисках, а другое в двери. Момент такой. Поехали дальше. Поехали дальше. Замок открыт. Что-то я не досчитался. Это нельзя. Сделали последний оборот. Замок открыт. Щеколда здесь меняется. Одной рукой неудобно будет. Не буду делать нажатием. Сюда в дырочку. И меняем щеколду. Куда она надо. Так, поехали, его раскрутим. Я покажу, что там, как-то. Что замок не заряженный. Все на месте. В принципе, вскрытие заняло немного времени. Я эту модель уже открывал. Конкретно его. Вот так, комбинацию все равно не помню полностью. Потому что я ее отдавал другу попользоваться. Сейчас раскрутим. И посмотрим. Что здесь. Давайте ее напаковываем. Что мы здесь имеем. На стойке плохая съемка, конечно. Видно сразу. Выемка. Вырез такой стойки. Это под ловушки. Снимаем сейчас первую сувальду. Вот у нас первая сувальда. Она без ловушек. Держится она здесь. Ну и держится. Оход имеет от пружинки. Вставляется вот сюда вот пружинка. И уже одевается сувальда. Но это не столь важно. Вторая сувальда. У нас тоже идет. Я пружинки буду вытаскивать. Чтобы не потерять. Вторая сувальда у нас тоже без ловушек. Третья сувальда без ловушек. Да. Три сувальда без ловушек получается. И вот начинается уже с ловушками. Что снизу, что сверху. Дальше идем. Это у нас от нас пятая будет. Тоже с ловушками. Что сверху, что снизу. На стойке достаточно сильный прорезь. Под эти ловушечки. Вот показываю. Ну и последняя сувальда. Она у нас, ребят, беспружинная. Если на всех этих пружины есть, эта сувальда имеет свободный ход. Она беспружинная. Ну в этом тоже у нее есть прикол. Собирать я уже буду один без вас. Поэтому, ребята, всем добра и здоровья. До свидания.